Диалоговая площадка на все стой регулярно проводится по всей Брестской области. Ребятам предоставляется возможность познакомиться с новыми людьми, а также узнать много интересного о приглашенных спикерах. Часто это специалисты разных сфер деятельности, но в этот раз председатель Центрального совета общественного объединения Белорусская Республиканская Пионерская Организация Александра Гончарова пригласила на встречу с участниками диалога настоящего героя Богдана Шеллига, который, рискуя жизнью, спас из огня своих сестер. Конечно, ребят интересуют абсолютно разные темы. Это как и проекты и программы, которые реализует современная пионерская организация. Конечно, ребятам, молодому поколению интересно узнать, в чем отличие той пионерии, которая была, допустим, 100 лет назад или даже 60 лет назад от современной пионерской организации. Конечно, мы говорим и о безопасном проведении в сети интернет в свободное время, о трендах ТикТока, о тех, какие возможности сейчас дает общественная деятельность не только Белорусская Республиканская Пионерская Организация, но и в дальнейшем союз молодежи. Поэтому дети иногда задают, конечно же, и личные вопросы, касающиеся личной жизни, либо как достичь успеха, как развить в себе лидерские качества. Поэтому сфера интересов и сфера вопросов, она абсолютно разная, но и мы стараемся на них ответить. Совсем недавно Белорусская Республиканская Пионерская Организация учрежден нагрудный знак «Всегда готов» для детей, достигших больших результатов в разных сферах деятельности, к примеру, науки или спорта. Но первым награжденным этим почетным символом Брестской области стал Богдан Шелега за свой доблестный поступок. Сегодня на базе этой школы мы впервые вручим наш нагрудный знак «Всегда готов» на наш взгляд герою, герою современности, подростку Богдану Шелегу, который спас своих сестер в шести и трех лет. Этот знак у нас был утвержден в мае 2021 года, но и вот брещанин, точнее уроженец Брестской области, получит его впервые. Я проснулся ночью вместе с сестрами, подошел к туалету, открыл его, и оттуда пошел огонь с исками, ну и бумагой горящей. Я их разбудил, хотел выбежать через дверь, но из туалета пошел огонь, нельзя было выйти через дверь. Потом я положил сестер на пол, сам лег, набрал в груди воздуха, разбил окно, посадил их, убрал осколки, после сам вылез, потом сестер достал, и мы пошли к бабушке. Я понял, что за несколько минут вся жизнь может полностью измениться, как небольшая риска может все поменять. Во время спасения своих сестер, трех и шести лет, Богдан получил травмы рук, когда разбивал стекло. Он уже прошел курс реабилитации и в целом чувствует себя хорошо, как и его родственники. Единственное, руки, конечно, заживут, но сможет ли юный парень забыть этот страшный момент на грани жизни и смерти, неизвестно. Однако многие стараются помочь Богдану и его семье, в том числе и чиновники высших рангов области, в лице губернатора Юрия Шулейко. Нашему председателю, за то, что он поможет дом восстановить, ну и всем, кто помогал денежным, то, что они не остались в стороне и помогли нам. 19 мая в Беларуси отметят День столетия детского движения. В честь этого пионерское сообщество координируется и организовывается, и проводит ряд мероприятий. Идеологовая площадка на все сто одной из них. Александр Богданович, Андрей Щербай, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.